Танцы на стеклах Автору композиции Максиму Фадеева Вот такой вариант песни понравился настолько, что он взял Севу в свою команду Он сказал, что он не узнал песню, так как там реально полпесни мы изменили Просто там гармонию, мелодию, тому очень много Ему понравилось, как я спел, он мне потом говорил даже, как бы хорошо спел До семи лет Сева Ханагян и не думал о том, Чтобы связать свою жизнь с музыкой Но после того, как услышал армянскую мелодию в исполнении своего отца Остаться равнодушным к искусству не смог И вскоре уже стал давать собственные концерты, причем не только в семейном кругу Папа, вот он поет, играет на аккордеоне, играл, по крайней мере, в то время Потом он мне купил маленький синтезатор Вот лет в 12 я уже начал играть на всяких выпускных Там в свадьбах таких, маленьких таких Вот что-то такое, вот как-то прикольно было это все Он жил в Армении, потом в Москве После окончания школы с семьей переехал в Курск Сначала не хотел здесь оставаться, да, честно Но потом все-таки присмотрелся, мне очень понравилось Я даже решил вообще оставаться здесь жить Поступил в колледж, начал здесь учиться, мне очень понравилось Представляете, 30 человек молодежи, студентов в одном автобусе едут на концерт в другой город Ничего веселее не может быть, честно Вот это самое веселое, что я помню Четыре года я жил здесь, я еще раз повторюсь, это не шутка, я жил реально здесь Это было с 7, там, 30 и до 9 вечера, 6 дней в неделю Чтобы продолжить музыкальное образование, Сева снова уехал в столицу И хотя в Курске он бывает редко, на шоу отметил, что приехал из Соловьиного края Друзей очень много, то есть вот реально родной город Я сейчас прям даже сейчас приезжаю, столько воспоминаний, столько положительного Много положительного, как считает сам Сева, есть и в его композициях Он никогда не хотел создавать банальную музыку, наверное, поэтому многие песни до сих пор откладывают в дальний ящик Для меня любая песня это определенный рассказ, который надо донести до зрителя Если я не понимаю, о чем я пою, и я не рассказываю эту песню, это уже как бы не мое точно А то, что там фальшиво, где-то там 2-3 нотки или не фальшиво, это не столь важно Главное, не как ты профессионально поешь Да это, конечно, важно, но не настолько, сколько ты цепляешь или не цепляешь Вот это для меня важнее А для этого курского артиста самым важным является стать в будущем настоящим хореографом Из своих 16 Дионисий Воробьев 10 лет занимается бальными танцами Не так давно молодой человек участвовал в шоу «Танцуй» Было всего 4000 человек, из них прошло 1000 Показывали потом отборочный тур, там было уже 300 человек Из этих 300 должны выбрать золотую сотню Из сотни выбирают 50 человек А в дальнейшем они объединяются в пары, из них выбирают уже 20 человек И они сражаются до последнего И должен быть один победитель В Москве был первый предкастинг в театре Аллы Духовой Я прошел его, и меня пригласили уже на съемочный кастинг, который проходил в главкино Танцевал Дионисий не как обычно в паре, а сольно Так как партнерша не подходила для проекта по возрасту Для своего выступления он сам поставил себе танец Номер у меня возник с самого начала Музыку я подобрал с мамой Мне она понравилась И уже от песни мы отталкивались Какой будет костюм, движение И сам я выбирал уже Что мне подходит ближе, какое движение и по образу Мнение членов жюри разделились Поэтому Дионисию выпало еще одно испытание Баттл, где участники с таким же количеством голосов должны были исполнить танец под любую музыку Хип-хоп парню не поддался И курянин покинул шоу Мне этот проект дал, что нужно не отчаиваться Идти вперед и вперед То, что мне сказали нет Это я на себе крест не ставлю Как бы буду заниматься дальше Идти к цели И в дальнейшем у меня все обязательно получится И хотя оба курянина выбыли из проектов У каждого из них большие планы Дионисий уже готовится к новому танцевальному шоу А песни Севы вскоре можно будет услышать на радиостанциях Сокрыли глаза Только пусть Звезды нам подскажут Пошу Все ключи от мечты отдадут